доступный турбион или дорогие китайские часы давайте разбираться всем привет друзья с вами виктор вы на канале про часы сегодня у меня для вас нет самый популярный бренд но весьма интересный марка agelosser и славятся они тем что да делают часы в китае но при этом не просто какие-то хамажи известных культовых моделей как submariner от роликс или подобные они что немножечко другое и в данном случае у нас с вами китайский турбион а бренд этот стал довольно широко известен уже скажем так когда появился на витринах крупнейшей российской сети ювелирно-часовых магазинов all-time и да сегодня all-time привозит яркие интересные необычные часы из китая которые все-таки достойны нашего с вами внимания ну по крайней мере таким образом мы с вами можем познакомиться с китайской часовой промышленностью не просто по картинкам не просто по обзорам а реально прийти в салон all-time и примерить вот например такой турбион из китая сама марка родом из гонконга появилась она ну судя по официальному сайту не так давно в 2013 году и многие из тех кто уже с этим брендом сталкивался отмечают что здесь серьезное внимание деталям классная качественная отделка интересный внешний вид и что самое необычное пожалуй да это собственные калибры хотя конечно слово собственный калибр довольно условно я думаю что все-таки самостоятельно они часовые механизмы не производят а производят с помощью сторонних производств ну того же сигал например но вероятно для них делают отдельную какую-то линейку с некоторыми изменениями собственно механизмы давайте смотреть давайте изучать и так у нас в комплекте есть собственно коробка с часами тут как любят наши китайские друзья есть и салфетка для протирки часов есть и гарантийная карта есть кстати здесь довольно интересная штука сертификат подлинности с печатью с номером непосредственно модели с указанием всей информации о часах но это конечно приятно вообще в принципе комплектация влияет наверное на первое впечатление на ощущение кто скажет да сделайте дешевле ну дайте просто какую-то простую коробку кто-то же наоборот любит большие коробки с упаковкой с различными брошюрами буклетами из я бы вообще сторонник чего-то среднего до чтобы и в принципе нет поднимать цену если это не какая-то особенная лимитка выпуск юбилейный к чему-то особенному а если просто базовая комплектация я сторонник что-то средняя коробка есть какая-то информация приятный какой-нибудь бонус ну и конечно чтобы сами часы обязательно внутри были и так они лоссы почему же именно вот эту модель я выбрал для обзора я действительно пришел в all-time посмотрел на витрину как они смотрятся и вроде бы на первый взгляд да такой позолоченный корпус бронзово-золотой оттенок наверное не самый популярный сегодня в россии но когда я смотрел на витрине на две абсолютно одинаковые модели одна была в стальном классическом корпусе другая в стальном но с позолотой с покрытием мне показалось что вот именно здесь лучше видно все грани лучше видно обработка почему сказать сложно возможно там освещение в магазине возможно еще какие-то факторы личные какие-то мои предубеждения хотя я не сторонник в целом часов с какой-то с каким-то покрытием но вот реально в салоне all-time и я когда на них посмотрел подумал что вот но здесь то все видно вот эти то выглядят ярче и интересней ну и соответственно конечно вы можете выбрать разные варианты болтами все представлено переходите на сайт смотрите выбирайте все ссылки естественно оставлю для вас в описании что интересного из первого впечатления ремешок друзья неожиданно да то что здесь турбион мы конечно с вами отметим но оставим немножечко на потом ремешок он здесь весьма странный для часов с турбийоном вроде бы когда турбионы это что-то такое высокопрестижное это что-то нужно носить исключительно с классным костюмом со смокингом да где-нибудь на приятный вечер здесь ремешок силиконовый и это уже наталкивает на мысль что данные часы нет такие уж и официальные что в принципе это ну такой спорт шик есть такое направление когда в принципе модель вроде и спортивная но при этом с достаточно серьезной элегантностью и вот этот ремешок еще с такими синими пластиковыми каучуковыми резиновыми деталями ну не знаю мне кажется что с первого впечатления смотрится странно потом когда я уже начал крутить вертеть в руках часы когда их примерил на руку понял что да это имеет место быть но почему бы и нет зачем ограничивать себя какими-то условностями рамками говорит что турбион это только исключительно классика давайте носить турбион и хоть даже в спортзал собственно ремешок до странный но при этом прикольный если хотите обязательно рекомендую вот все-таки в живую подержать в руках потрогать пощупать это того стоит что касается корпуса корпус сложной формы если говорить про его габариты здесь диаметр 42 миллиметра толщина часов 10 миллиметров выглядит аккуратно множество различных граней зеркальная полировка сатинирование действительно необычная интересная заводная головка с такой гайкой многогранной где буквами прописано название бренда вот это такая фишечка особенная и собственно корпус мне здесь понравился задняя крышка завинчивается с двух сторон здесь сапфировые стекла на задней крышке мы видим название бренда почему-то название bosch это видимо коллекция да если не ошибаюсь далее у нас идет водозащита 5 атмосфер турбион номер модели и стил то есть нержавеющая сталь материал из которого собственно корпус выполнен вот по корпусу и по циферблату наверно в целом наверняка здесь какие-то заимствования с более именитыми швейцарскими брендами можно найти но вот так сходу сказать что это копия хомаш чего-то мне по крайней мере сложно если вы знаете напишите в комментариях и это классно это хорошо когда бренд не стремится просто сделать и продать на самом культовом на самом популярном на самом продаваемом дизайне а пытается что-то все-таки делать ну условно назовем это в данном случае свое и давайте на циферблат смотреть циферблата здесь практически нет да это же скелетон синие мосты синяя такая рамка с названием бренда здесь накладные индексы с небольшим количеством люма золоченые центральные часовая и минутная стрелка кстати мне нравится как сделана отделка обратите внимание на центр стрелки здесь и сатин и полировка прикольно это выглядит ну и конечно же мы с вами видим сам механизм да и видим и заднюю часть механизма реально совершенно немного и даже непонятно как все может работать если посмотреть на какой-нибудь классический калибр там все как-то такое большое некуда казалось бы развернуться здесь уместили механизм просто в небольшие совершенно размеры и обратите внимание сколько реально свободного пространства осталось более того мы здесь с вами видим сразу два заводных барабана что конечно же должно повысить запас хода часов и я думаю что где-то здесь информация об этом есть да есть информация у нас на колесе что запас хода 80 часов 80 power агилосер это конечно тоже очень даже неплохо автоподзавода здесь нет ручной завод видим как вращается заводится один барабан видим изменение пружины но тоже прикольный такой момент до смотреть и по пружине можно собственно определять насколько часы заведены насколько по сути у нас функция индикатор запаса хода прямо на циферблате но не какой-то индекс не какая-то стрелка а просто мы видим реально заводную пружину я не могу сказать что обработка здесь ну прям с ног сшибательно великолепная но очень очень сильно неплохая не стыдно показывать такой механизм не стыдно смотреть на эти часы с двух сторон выглядит все достойно выглядит все интересно и ну не знаю если бы вот точно такие же часы были с логотипом swiss made да если бы это была какая-то швейцарская марка но они бы стоили реально совершенно других денег про цену мы поговорим немножечко позже что же конечно же самое важное пожалуй в этих часах это турбион не какая-то имитация турбийона как бывает в некоторых китайских часах где просто открытый баланс выдают за турбийон здесь реально турбийон самая престижная самая узнаваемая самая наверное культовая усложнение в часах которая придумана авраамом луи бриге и здесь турбийон конечно опять-таки да он теряет свой изначальный смысл да то есть изначально турбийон придуман для того чтобы компенсировать притяжение земли поскольку часы были карманные и соответственно носились в одном и том же положении все-таки земля притягивала немножечко механизм да по сути весь полностью и менялась его точность соответственно когда мы носим часы на руке это и так само по себе нивелируется но турбийон это сложный механизм это не простой механизм и что самое наверное главное это красивый механизм и соответственно сегодня мы часы с турбийоном любим в первую очередь за их красоту ну и как дань уважения традициям старинных швейцарских мастеров насколько классно выполнен здесь турбийон с технической точки зрения мне сказать сложно все-таки я не часовой мастер но визуально он мне явно нравится визуально турбийон симпатичный визуально турбийон красивый классический если можно так выразиться не хуже не лучше чем в других скажем начальных часах с турбийоном а швейцарские начальные часы с турбийоном это уже совершенно другой уровень цены но об этом я уже говорил давайте взглянем как будет на руке смотреться эта модель ну вот про ремешок да как вначале сказал неожиданно но прикольно классно смотрится на запястье видно руку свою через собственно два стекла необычно интересно немножечко есть проблема наверное с считаемостью времени потому что взгляд цепляется за турбийон взгляд цепляется за эти два заводных барабана и не так сразу ты фокусируешься на стрелках может быть даже это плюс что не надо думать о времени да посмотри на какую-то красоту вещей оцени вдохновись но при этом время все-таки в часах видеть хотелось бы соответственно стрелки видно но не так прям классно в темноте люма мне кажется здесь маловато наверное будет не так хорошо не так интересно тем более опять-таки блики от механизма будут мешать немножко считыванию времени но наверное опять-таки это часы не для тех кто любит просто классику видеть стрелки видеть метки сразу вот так сходу считывать время тут даже секундные стрелки это собственно и нет это немножко для других людей и в первую очередь наверное для тех кто хочет турбийон кто хочет турбийон свою коллекцию кто хочет попробовать турбийон насладиться этим усложнением понять и при этом не потратить много денег в российском ритейли соответственно в салонах all time стоимость этой модели составляет 159 тысяч рублей это приблизительно там ну плюс минус полторы тысячи долларов на сегодняшний день на момент съемки этого видео и за эти деньги вы не купите турбийон от швейцарского либо какого-либо другого кроме китайского бренда да это интересно да это прикольно да можно найти такие часы возможно где-то и дешевле если заказывать из-за границы но тут нужно понимать важный нюанс соответственно здесь вы получаете сервис вы получаете гарантию вы получаете возможность потрогать часы выбрать часы примере часы и соответственно ну конечно это стоит немножечко денег так устроен любой ритейл в любом мире мне нравится что all time стал смотреть в сторону интересных китайских часов что они в принципе стали развиваться понятно что повлиялись санкции понятно что какие-то бренды уходят из россии ну и пусть себе уходят их место довольно быстро займут интересные варианты из китая которые наверное и в швейцарию скоро придут отношение к китайским часам у меня довольно спорное с одной стороны я вижу реально как они развиваются я вижу как они стараются делать интересные сложные вещи мне нравится что у них есть в первую очередь свое производство до начинали они там с подделок с копий с хоможей кто-то продолжает этим заниматься но все-таки из этого переросло реально настоящее производство и в некотором случае даже можно сказать что часовое искусство но тут нужно разделять китай нельзя сказать что весь китай плохой или хороший это огромная страна где делается огромное количество всего собственно и соответственно разные есть производства разное есть качество надо смотреть надо выбирать как и в любой другой стране по скажем так национальности товара нельзя судить о всем товаре который в этой стране производится приходите волтаем держите в руках смотрите изучайте модель интересная попробовать турбион я наверное вам рекомендую ну и конечно не забывайте подписываться на канал пишите комментарии давайте обсуждать и увидимся с вами в новом выпуске пока 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 пока